Вообще просто собрание сегодня особенное. Вообще каждое служение должно быть, я так верю, оно должно быть особенным, запоминающимся. И сегодня именно такой день, особенный, запоминающийся. Давайте мы сейчас склоним наши головы, коротко помолимся. Господь наш и Бог наш, мы благодарим Тебя за этот чудесный день, за это время, когда мы можем в Твоем присутствии находиться, слышать свидетельства, прославления это прекрасное. И сейчас мы просим, благослови нас на слышание Твоего Слова. Помоги нам, Господи, быть внимательными слушателями, чтобы то, что мы услышим, мы сохранили в своем сердце, как добрые семена. И чтобы это изменило нашу жизнь, а также изменило жизнь вокруг нас. Об этом просим, об этом молим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Моя сегодняшняя проповедь и тема моя о Божьих благословениях. Все хотят быть благословенными. Аминь. Наверное, навряд ли кто, ну если в понимании для верующего человека, я, конечно, в первую очередь к верующим обращаюсь, может быть, потому что неверующих для них может быть слово не совсем-то понятное, благословение. Но для тех, кто уже давно ходит в церковь, читает Библию, для них понятно, что благословение это всегда хорошо. Правда? То есть все мы хотим жить благословенными, мы хотим жить в благословениях, мы хотим, чтобы Бог нас благословлял, и чтобы Его благословения мы могли в своей жизни переживать. Не только о них слышать, не только их видеть в чьей-то жизни, мы хотим, чтобы благословения и в нашей жизни присутствовали. Правда? То есть мы хотим, чтобы у нас было хорошо. Благословение это всегда хорошо. То есть благословение никогда, никогда это неплохо, это всегда хорошо. Давайте мы это место прочитаем, оно у нас будет как заглавным таким лейтмотивом всей нашей проповеди. И записано это место в книге Придж, 10 глава, 22 стих. Благословение Господнее, оно обогащает и печали с собой не приносит. Аминь. То есть все, что нам надо знать, конечно, побольше надо знать, но самое важное, что нам надо знать о Божьем благословении, что Божье благословение, оно всегда обогащает и оно не делает твою жизнь печальной. То есть оно всегда твою жизнь делает счастливой. То есть Божье благословение, это всегда, всегда для тебя будет хорошо. Как я себе представлял Божье благословение? Будучи неверующим, вот такой же, как вот Дима рассказывает, за тюрьму. Для кого-то, может, кто-то не знает первый раз сегодня, ну будете уже знать. Я тоже сидел в тюрьме. Но долгие-долгие годы, это уже почти четвертьека, 25 лет назад это было, давно. Это было давно. И тоже я сидел в тюрьме, такой печальный, несчастный такой, но по милости Божьей начали приходить туда верующие люди, которые рассказали о Божьих благословениях, о том, что можно жить по-другому, что для тебя есть другая жизнь, тебе не надо умирать в этих застенках, поэтому ты можешь изменить свою жизнь. И вот я в это поверил, принял Иисуса своим спасителем, Господом, начал учиться в семинариях, которые были, возможно, заочные. И мой друг, ныне уже покойный, Виктор Сергеевич Ромасенко, такой очень умный, мудрый человек, такой годами уже. И он как-то сидит, так сидит напротив на наре, а я сижу, вернее, я лежал тогда, я лежу, у меня Библия такая, я на живот положил себе Библию. Все зэки, которые не верующие, они худые, а те, которые, вот сегодня было замечено, сестра сказала, говорит, на него смотришь на сына, да, а он в тюрьме даже полный. Как такое может быть? Друзья, возможно, верующему возможно. И вот я уже тоже, я из такого вот, такой вот был, уверовал, все же поменялось, я курить бросил, чифер пить бросил, то есть обмен веществ поменялся, у меня начал живот расти. И я лежу, положил Библию себе на живот и читаю, короче, так на животе лежу, читаю, и мне этот друг мой, Виктор Сергеевич, он мне говорит, Рома, я вот на тебя вот сейчас так смотрю, а он видел весь этот процесс, то есть этот человек, который видел меня, каким я был до, и видел, когда я уже таким стал, и он говорит, ты знаешь, а я вижу еще и твое будущее, я сейчас на тебя смотрю, я представляю тебя таким батюшкой, батюшкой, слышите, реально, просто перед Богом говорю, я представляю тебя таким батюшкой, матушка с тобою, деточки вокруг, ты в садочке сидишь, такой вишневый садочек, и ты на ливочку, ну правда он тогда как бы так говорит, и ты сидишь, на ливочка, когда деточки вокруг бегают, садочек такой вишневый, и говорит, я у тебя вот таким вот вижу, вы знаете, я тогда, друзья, ну это в шутку вам сказать, ну реально, я себе, вот тогда я как бы представился, что такое благодать, что такое благословение Господне, когда ты вокруг шалом, покой, ты ни в чем не нуждаешься, детки вокруг тебя бегают, тебе хорошо, погода хорошая, жена хорошая, друзья хорошие, здоровье хорошее, тебе все вокруг тебя классно, ты счастливый, вот я, и я тогда, я тогда увидел, вот это такое благословение Господне, оно обогащает, и оно печали не приносит, вот такое, вот что-то подобное, я себе представляю, когда, ну я слышу слово благословение, как благословляет Бог человека, он устраивает его жизнь, в его жизни все, все у него хорошо, ну и без наливочки тоже хорошо, просто это мой друг, он так, как бы так себе это представлял картину. Я по своему роду деятельности последние годы много путешествую, слава Господу, что Бог дал мне такую возможность, опять-таки по благодати, кто бы мог представить, когда-либо подумать, что умирающий, с кучей болезней и всего проблем, зек сможет потом служить, ездить по всему миру и служить Богу. И вот где-то лет 10 назад у меня была такая возможность, я был в такой стране Албания, мы планировали, у нас там были некоторые планы, и мы хотели там начинать служение реабилитации, и в общем, ну, я как бы в разведке, находился там в разведке, познакомился с церквями, с верующими, и там были наши друзья, тоже в церкви Назарянина, и город Тирана, это ихняя столица, и они сами, как миссионеры, американцы, живут в этой Тиране, а их дом находится чуть-чуть за городом. И вот, ну, все это к нашей теме сегодняшней. И когда мы после церковного, ну, после служения возвращались домой, очень красивая страна, реально, такая она граница Черногории, то есть очень красивые горы, Адриатическое море, зелень такая, ну, в общем, это как рай на земле, очень красивая страна Албания. И вот на фоне всех этих гор, в этих горах, короче, везде эти домики, такие красивые эти домики. И, ну, что я обратил внимание, мы по этим улочкам, короче, когда едем, я обратил внимание, что на всех домах нет номеров, нет улиц. И я у этого миссионера, кажется, Джон его зовут, не помню, я Джон, кажется, да, спрашиваю, Джон, говорю, а что названий на домах немало? И он мне начинает рассказывать историю, говорит, в Албании была война, они там тоже социализм, коммунизм, короче, все, они боролись, боролись, не могли понять, что для них лучше, но поняли, что без коммунизма все-таки им будет лучше. И вот в результате всех этих военных действий получилось, что очень долгое время не было законных, ну, как это, правительства, и поэтому люди строили дома, вот где ему нравится, он себе построил, короче, самострой, короче, все вот это вот, что у них, короче, там настроено, это все, говорит, вот все, что ты видишь, говорит, самострой. Я говорю, а как же найти, вот, например, приехал я, ну, вот, мне надо найти, там, Сидорова, там, Григория, он говорит, вот так вот и ищет, то есть ты не скажешь, там, он живет, там, улица князей Кориатовича, дом 10, нет такого? Мне надо найти Сидорова Петра, говорит, ну, это вот второй дом, вот с той горы, такой примерно, я не так объясняю, то есть самострой. И когда он мне об этом рассказывал, я говорю, вау, интересно, потому что я жил в районе Керчь, я жил в Керчь, город Керчь, и у нас прямо рядом со мной район, который назывался Нахаловка. И эта Нахаловка, чем была интересна эта Нахаловка, там половина домов таких же вот было, как в той Тиране, то есть люди тоже на берегу моря, они себе сначала брали эти самые гаражи такие водные, чтобы лодочки, ну, лодочки плавали, то есть строили себе гаражики, над гаражником строил себе комнатку, над комнаткой строил себе еще комнатку, рядом достраивал домик, и получалось, через некоторое время получались у них там целые дома, вот таких вот, Нахаловка, короче, все это имело очень интересную специфику. Все эти дома, они были незаконно построены, и поэтому время от времени приезжали бульдозеры, и эту Нахаловку, короче, они ее, там были крики, там была ругань, ой-ой-ой, все же подостроено, ой-ой-ой, там, были те, у которых были законные эти гаражи и все, а были те, у которых незаконно, и вот постоянно те негодовали, что же это самое наше сносят. Но все было очень просто, у тех были документы на территорию, а у других документов не было. Буквально в прошлом году, в прошлом году, кажется, очень сильно это показывали по нашему, по телевидению, по украинскому, как сносили цыганские самострои, то есть передача целая была, и тоже там вопли, крики, эти цыгане, короче, кипишуют, и такие дома понагрохали себе нормальные себе, и, казалось бы, и все, и подвели, они себе сами протянули там и свет, и газ как-то туда они себе засунули на эти самострои, все это, короче, незаконно, и вот эти самострои сносят, они кричат, девки эти вопят, жены волосы рвут, ну, короче, рви, не рви, кричи, не кричи, нет бумажки. Знаете, мы жили в той стране, и, кстати, мы живем по такому принципу, без бумажки ты букашка, нет у тебя законных оснований, как бы ни стояло, какой бы дом, я бы так сказать, какой бы краевыт не був, какие бы домик ты не построил, но если это незаконно, будь уверен, просто это дело времени, придут, бульдозер приедет, твой самострой могут снести. Вот такая вот правда жизни, да? И вот я хочу сегодня, друзья, с вами говорить о Божьих благословениях, потому что в нашей жизни есть законные благословения, а есть самострои, то есть есть то, что действительно нам, как верующим людям, принадлежит вот просто, ну, по закону. Кстати, я всю жизнь прожил в квартире, на которой у нас не было документов. И что произошло? То есть квартиру, которую давало государство, оно было как бы временное жилье. И первый ордер, настоящий на квартиру, я получил только будущим верующим человеком в Виннице, вот когда я сюда переехал жить. То есть получается, что первая, как бы, официальная бумажка, которая, что я, Лебедев Роман Валерьевич, являюсь владельцем вот такой-то там дома, мы покупали там дом, потребительство на странице, вот я являюсь владельцем. Это первый раз, что у меня было законно. А в той квартире, в которой мы жили, это временно выдало завод, на котором работала мама, вернее, фабрика там была. И поэтому, когда мама не стала, получилось, что никто не приватизированная, бумажки нету, документов нет, и поэтому квартиру и забрали. Получается, что она не была моей. И вот все, что бумажка, это ваше. Нет бумажки. Как бы ты... Иногда мы думаем, ну я же так долго там жил. Это вопрос не столько, как ты долго там жил. И что ты там уже поднастроил. Вопрос, есть ли у тебя бумажка. Аминь. Правда, это правда жизнь. Поэтому есть законные благословения, на которые есть бумажка, а есть благословения, на которых бумажки нет. То есть незаконные, нахаловка, другими словами. Вы знаете, законные благословения, это те именно благословения, которые печали не приносят. Вот о тех идет речь. Вот эти законные благословения. Итак, на какие же благословения мы, как верующие, имеем настоящее право? На что у нас есть бумажка, так сказать? Давайте мы в Библии об этом прочитаем, потому что Библия – это главный документ, и вот Библия нам говорит. Итак, первое, мы имеем благословение духовное, имеем право, Ефесянам 1 глава 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Аминь, Слово Господне». То есть здесь сказано, что тот, кто в Иисусе Христе, тот, кто уверовал в Иисуса Христа, он умеет уже законные права на духовные благословения. Об этих духовных благословениях мы говорили вот перед Рождеством, целый месяц мы говорили, что мы имеем полное право, чтобы жить с надеждой. Бог в Иисусе Христе даровал нам надежду. Потом мы имеем законное право на Божие благословение как шалом, то есть такой мир, который превыше всякого ума. То есть ты можешь иметь это благословение покоя, шалома в своем сердце, которое невозможно объяснить словами, ты это все имеешь право, ты имеешь право иметь такой покой в сердце. Мы имеем благословение духовное как любовь. То есть ты можешь переживать Божью любовь, Его присутствие в своей жизни каждый день, каждый час. Это те благословения, которые нам принадлежат по праву, тем, кто уверовал в Иисуса Христа. Все эти благословения вы уже имеете. Так написано, уже имеем эти благословения. Но вы знаете, кроме благословений небесных, оно как-то выглядит, ну так как бы, сыт-то ими не будешь некоторые. Вот иногда верующие так могут уже выражаться. Но этими благословениями сыт не будешь. Но вы знаете, для верующих людей есть и те благословения, от которых реально будешь сыт. Поэтому нам принадлежат не только небесные благословения, духовные, нам также принадлежат и земные или по-другому материальные благословения, как для верующих людей. Об этом мы тоже в Библии сейчас прочитаем. Итак, читаем послание Галатам в 3 главе с 7 по 9 стих. Здесь так сказано, познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников праведностью Авраама, в тебе благословлятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Аминь, Слово Господне. Что мы здесь прочитали, друзья? Мы прочитали, что верующие, они являются сонаследниками благословения Авраама. Все те благословения, и здесь идет речь как раз-таки о земных благословениях. Я делаю на этом важное ударение. Что для нас, для верующих в Иисуса Христа, принадлежат те благословения, которые были обещаны Аврааму и нам с вами. Это не принадлежит только евреям. Потому что некоторые говорят, и знаете, есть места, где надо нам тоже, братья, палку не перебегать и на чужую территорию не заходить. Есть благословения, которые принадлежат сугубо евреям. Не трогайте то, что евреям принадлежит. Прошу вас. Потому что это неправильно. На чужие благословения рот не открывай. Есть благословения, которые только евреям, как нации принадлежат. Но есть благословения, которые принадлежат Аврааму. Потому что Авраам еще был до закона и для тех благословений, которые именно им, как евреям, только принадлежат. Так вот эти благословения принадлежат нам. Вообще о каких благословениях Аврааму идется речь для нас, как для верующих? Мы его наследники, то есть мы его как преемники. И вот о чем здесь сказано. Ой, я когда эти места читаю, мне просто хочется прыгать, вот как Дима говорил, наполняет тебя что-то. И вот меня сегодня тоже именно таким наполняет. «Авраам был уже стар и в летах преклонных, Господь благословил Авраама всем». Вот это такое, как это, такое простое такое слово, но оно, короче, как кол. Вот знаете, как кол, как бам, и все, уже его не выбьешь. Написано, что он уже был в летах преклонных, и Бог благословил Авраама всем. Чем всем? А вот только что представьте себе всем. Помните, я в прошлый раз говорил, когда за Соломона, говорит, что он говорит, «Не было на земле ничего такого, чего бы я хотел, и я бы не имел». Всем, всем. Это значит, и здоровье у него было нормальное, в 90 детей иметь. Это нормально? Нормально. Когда он говорит, что Бог благословил Авраама всем, это значит всем. То есть он еще и в 90 мог с женой быть. Это говорит о том, что у него было, он мог покушать себе не только, извини меня, сухой хлеб, как бы слава Богу за хлеб, что есть, а он на хлеб еще мог всегда и маслечко намазать. Написано, что пришли к нему эти странники, он жене говорит, «А ну-ка, жиночка, там теленочка жирненького, маслечко». И все, и у них там раз. То есть он не переживал, что у него холодильника не было, а мяса и масла всегда было. То есть не покушать у него всегда все было. В общем, было у него все. Друзья, когда говорится, что Бог его благословил всем, это говорится о том, что в земном плане, вот как для человека, чем бы я хотел, чтобы сегодня я был. Я бы так хотел. Утром я встал, кто-то ко мне звонит, и я не переживаю. Кто-то идет ко мне, я говорю, «Оксана, у нас что-то есть в холодильнике покушать? Чем же мы угостим?» Я вообще не парюсь, я не переживаю, что у меня нет на кого-то накормить чем-то. Я не переживаю, что мне сегодня ехать в больницу, я сейчас лежу в больнице, ежемесячные обследования мне надо проходить, и там профилактику по сердцу. То я не переживаю, что я, извините меня за подробности, здесь взрослые люди сидят, что если просто у меня там намокнет, то я на мокрой простыне буду спать всю ночь. Потому что, друзья, благословения, они очень гармонируют на фоне проклятия или отсутствия благословения. Вот сейчас со мной в палате лежит дедушка Коля. Его, так его зовут, дедушка Коля. Ему уже под 70 лет, и в прошлом месяце он похоронил своего сына. Знаете, первый признак отсутствия благословения – это когда родители хоронят своих детей. И вот этот дедушка Коля похоронил своего сына, и у него из-за этого проблемы с сердцем обострились, а ему очень плохо. И вот он лежит, это инфарктное отделение, прединфарктное состояние, ему плохо дышать. Ему плохо дышать, он вдохнет, раз – и описывался. И хотя у него есть еще дети, еще другие дети, но дети к нему не приходят. У этого дедушки Коля, он бывший военный, он когда рассказывает о себе, у него в подчинении находилось 9 тысяч человек, 9 тысяч человек. Сам военный, и такой кадр, ну, очень серьезный, там и в ракетных он рассказывал. Он не врет, реально не врет, ну, понятно. То есть, когда в палате все объясняет, рассказывает. И деньги у него есть, и пенсия у него неплохая. То есть, он открывал этот самый кошелек. Но, знаете, проблема в том, что он имеет деньги, а за лекарствами я хожу ему. Потому что дети не могут приехать, как-то так выходит, что не приезжает к нему ни жена, ни дети. И я ему хожу за лекарствами, покупая ему лекарства. Когда этот дедушка описывался и мокрый лежал, ни сын, ни дочка, а моя жена приехала, привезла ему трусы новые, потому что неба уже нечего. И штаны ему поменяли, потому что от него так воняло, что дышать в палате невозможно. Знаете, есть сравнить, что такое жить в благословении, и есть когда сравнить, когда ты живешь в проклятии. Вот это, я считаю, вот такое, дожить до старости и быть брошенному, оставленному. Это, наверное, просто... Слава Богу, что этот дедушка Коля покаялся. Потому что, как сегодня сказано, сначала добрые дела делаются. Сначала я ему ходил за лекарствами, принесли мне покушать, я половинку отделил, ему дал покушать, потому что у него гемоглобин упал, так что ничего не мог сделать. А какой там, с чего, с этого тюремного... Да, братан, честно говорю, там кормят, как... Ну, с той больничной... Не это самое... Гемоглобин не поднимется. Принесли мне с мясом эти блинчики, спасибо за блинчики. То я покормил, покормил, лекарства купил, позаботился. А потом говорю, давайте, дедушка, и помолимся с вами. И дедушка принял спасение в Иисусе Христе. Ну, вот я хочу сказать, что когда Авраам был старенький, вот что такое благословение Божие? Я хочу прочитать, как же выглядит благословение. Благословение выглядит так. «И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему». Эти слова, они дорогого стоят. Тут написано не уставший от жизни, написано насыщенной жизнью. Знаете, есть люди, которые уходят, и они уже устали, они уже ждут уже. Когда же уже, потому что как белка в колесе прожил, намучился, настрадался. А этот человек ушел, написано, насыщенной жизнью. То есть до последнего с ним внуки, сыновья, те сыновья, которые его хоронили. Вот это, друзья, это жить в благословении. Поэтому, когда мы говорим, что такое благословение, вы знаете, это все, это все. Это и жить хорошо, и умереть хорошо. Вот это такое благословение. Но многие люди лишены этих благословений. Они, мы читаем об этом, и вот рассказываешь, вот сейчас я вам с кафедры тут рассказываю, и кто-то смотрит на свою жизнь. Ну да, как бы вроде бы хорошо, но где же оно, где же мое, а чего у меня этого нету? Я это все, может быть, слышу об этом, рассказываю, почему в моей жизни нет этих благословений, всего? Почему у меня нет такого достатка, как тут сказано, он имел достаток во всем. Почему же так происходит, что в моей жизни нет? На что я могу рассчитывать, а на что не могу рассчитывать? И вот я вам, друзья, сегодня приготовил несколько пунктов, на что мы можем рассчитывать, и почему так иногда происходит, почему же у нас нет, и что для этого надо, чтобы Божьи благословения, благословения Авраама и те духовные благословения, они были в твоей жизни. Итак, первое, друзья мои, будьте внимательны. Первое, благословение послушных голосу и воле Бога. То есть вы имеете право и можете надеяться, что Бог благословит вас добром, достатком, устройством жизни тогда, когда вы сами будете послушны голосу и воле Божьей. Так было с Авраамом. Мы читаем об этом, вот в этом месте Писания. Бытие 22, 18. «И благословятся в семени твоем все народы земли». За что? За что благословятся? Я такой хороший, я такой умный. За что благословятся? За то, что ты послушался глаза моего. Благословения, на которые мы можем рассчитывать, они приходят, если ты послушался глаза Божьего. Поэтому нам принадлежат, мы можем рассчитывать, можем надеяться, что Божьи благословения в твоей жизни будут 100% и если ты как Авраам, когда он придет в твою жизнь и скажет, хорошо тебе здесь сидеться? Ты говоришь, да, хорошо, все устроил в жизни, все наладилось, все нормально. Он говорит, ну-ка встань-ка. Как это встань-ка? Как это? У меня тут жена, дети, у меня тут как бы работа, карьера. Он говорит, ну-ка встань-ка и пойди туда, куда я тебя поведу. Опа-на! Начинаются вопросы. Благословения-то хотим, а вот послушаться, а довериться и пойти туда, куда он поведет, не всегда нам, ну, с этим мы соглашаемся. Не всегда нам, ну, это, как это сказать, нравится. Так вот, благословения, которые были у Авраама, друзья мои, это благословения послушного Богу человека, который не спрашивал, куда, а через сколько, а потом. То есть он был послушный голосу и воле Божьей. Господи, скажешь мне туда пойти, я туда пойду. Мы, кстати, мы ведь и песни поем, вы знаете, только иногда, только это песнями все и кончается. Я пойду за тобой, куда бы ты ни повел меня, я исполню все, для чего ты меня призвал. Красивая песня. Ага. А пойти, а послушать, а исполнить, вот это уже на этом иногда кончается. Поэтому, вы знаете, друзья мои, вот поэтому иногда все на песнях и кончается. Только в песнях все красиво, а в жизни этих благословений нет. А у него что было? Ай-яй-яй. Смотрите, что у него было из-за его послушания. Внимание. Будешь жить лучше всех. В любом месте ты будешь иметь успех. Это Бог ему так сказал. В любом месте ты будешь иметь успех. Где? Все равно где. Если ты мне доверишься, в Африке ты будешь иметь успех. Господи, что только в Америке? Нет. В Америке будешь иметь успех. В Европе ты будешь иметь успех. И даже в бедной Африке. Где бы ты ни был. Потому что мы иногда думаем, что успех может быть только там, где экономически развитые страны. И там политически стабильная ситуация. А Бог говорит, не-не-не. Если ты меня послушаешь, ты будешь иметь успех везде, где бы ты ни был. Потому что я тебя туда проведу. Я с тобой буду. Итак, иметь везде успех. Начало и завершение любого дела будет удачным. Ни один человек не сможет нанести тебе вреда. Для тебя гарантирована святость и защита. Никогда ни в чем не будешь нуждаться, а еще будешь другим помогать. Будешь самым лучшим во всем. Будешь головой, а не хвостом. Это Бог обещал Аврааму. И мы видим это в его жизни. Мы видим, что он все, что Бог ему давал, он всегда... Смотрите, то царям он помогал, да? То лоту своему, короче, племяннику помогал. То есть он всегда, всегда был в благословении. Всегда. В любом месте. В любое время. Он был благословлен. Почему? Поэтому первое запомните. Благословение Божие приходит в жизнь послушных голосу и воле Божией. Второе. Благословение для... Сегодня Андрей Валентинович просто мой проповедь сказал. Второе благословение – это для тех, которые верят в десятинах и пожертвованиях. И Бог на это, может быть, опять за финансы. Что за финансы? Но знаете, так интересно сложилось, что без финансов и без материального невозможно действительно Богу творить что-либо на земле. Но так выходит, так сказано. За все отвечает серебро. В тюрьму идешь, вот они идут туда, конфеты эти, которые они шуршат и подшуршание конфет принимают Евангелие. Но конфеты, вы придете, вам магазин не дадут, их надо покупать. Поэтому под эти конфеты и под все остальное. На Памир мы едем, туда надо парты эти, стульчики, надо их покупать. Никто их не даст. Все это надо за все отвечать серебро. Итак, благословение приносящих десятины в Дом Божий. Так написано. Кстати, вот тоже еще важный момент. Авраам, некоторые говорят, что это все закон. Это не для нас закон. Авраам дал десятину тогда, когда еще закона не было. Еще до закона. Еще Моисеев закон не был дан на горе Синай. А Авраам, когда к нему священник вышел, то он ему принес десятину от всего. Еще до закона Авраам давал десятину. Тут так написано. Малахия 3.10. Принесите все десятины в Дом Хранилища, чтобы в Доме Моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савов. Не открою ли я для вас отверстий небесных? И не залью ли на вас благословение до избытка? То есть благословение тем, кто верен в десятинах и приношениях. Третье благословение. Это благословение служащим Богу. То есть тот человек, который заключил с Богом завет. То есть тот, который принял его как свой спаситель и сказал, Господь, я своей жизнью буду служить тебе. То есть для людей, которые посвятили себя на служение, для них Бог дает особенное благословение. Как это выглядит? Мы читаем от Матфея 25 главе. Это знаменитое это место. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Аминь, Слово Господне. Благословенные Отца. А о ком там речь идет? Чтобы долго мы, целая проповедь тут есть на эту тему, и много об этом можно говорить. Там как раз-таки отделял он тех, которые в тюрьму ходили, больницы посещали, нуждающимся помогали. То есть там где-то сказано. То есть те, которые заключили завет с Богом, в хоспис ходили. То есть те люди, которые служили, он говорит, вы благословенные у меня, и поэтому для вас Царство Божие приготовлено, благословение Его для вас приготовлено. И четвертое, материальные земные благословения для милосердных. Друзья, для тех, кто оказывает милостыню. Так сказано Слово Божие в Евангелии от Матфея. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Знаете, когда видно Божие благословения, это всем людям становится заметно. Написано, что если ты это делаешь тайно, не для того, чтобы показаться понты, посмотреть, сколько я там даю. А если ты делаешь тайно, то есть где кого-то благословляешь, в служении участвуешь, то Бог говорит, а я, ты это делал тайно, а я сделаю так, что все это увидят. Слышите? Он говорит, а вот так я почту человека, что это станет всем известно. Что все люди увидят, вау, как это так у него, как это Бог так его благословил. То есть смотри, на нашем огороде не растет, а на его огороде выросло. У нас вот так, а у него вот так вот. То есть он говорит, а я это сделаю так, что люди, сами люди скажут, вау, как сильно его Бог благословил. Как он устраивает его жизнь. Он говорит, ты это делаешь тайно, а я это сделаю явно, что все люди увидят. Иисус сказал в ответ, истинно, истинно говорю вам, «Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, братьев, сестер, отцов, матерей, детей и земель, и веки грядущим жизни вечной». То есть Бог здесь говорит, если ты ради меня, ради Евангелия жертвуешь своим домом, чтобы принимать, гостеприимство оказывать, своей машиной, чтобы Бог у тебя благословил. Андрей Валентинович говорил сегодня хорошо, что сегодня в нашем понимании должно быть, что это все равно не мое, это мне временно дано, как эти таланты, которые Бог дал. Но только одни люди, эти таланты, дарованные нам, они пускают в оборот, а другие его только для себя. Если Бог тебе дал возможности и способности, кто-то имеет сегодня, кто-то врачом работает, у него есть возможность, слава Богу за этих, ну, действительно благословенных братьев и сестер, которые сегодня, занимая у нас положение, есть такие люди, слава Богу, их сегодня нет, чтобы они не это самое. Но имея положение, всякий раз, сколько я помню, когда обращался, когда есть тяжелая ситуация, они, имея влияние, имея положение, они всегда помогут операцию сделать, договориться где-то. То есть у тебя есть связи, есть таланты, есть возможности, но ты их используешь не только для себя, чтобы тебе получше жилось, а ты это делаешь для Царства Божьего. Так вот Бог говорит, для таких людей, для таких людей у них будет намного больше, и домов, и по всему миру у тебя будут. Аминь. Поэтому благословение творящим милостыню. Огромное изобилие духовных и материальных благословений – это участок земли, на котором у нас есть ордер, и в границах которого мы можем строить свою жизнь. И если мы хотим находиться в границах этого участка, мы имеем право на получение любого Божьего благословения. Но когда мы выходим за границей этого участка, когда мы выходим за границей, и мы как-то овечка видим, а вот там трава зеленее, а вот там вот лучше. То есть когда мы хотим получить Божье благословение, которое не входит в рамки этого, то есть вне служения получить благословение, вне верности в десятинах и пожертвованиях, вне послушания Богу, когда ты сам себя слушаешь, когда человек хочет так получить от Бога благословение, то это всегда, всегда заканчивается бульдозером. Просто дело времени, друзья. Вот правда говорю, уже опыт мой многолетний служения показывает, просто дело времени, но бульдозер придет на твой участок и снесет все, что есть. И поэтому вроде бы строю, строю, опа, сын забухал. И вынес все, что ты, как говорится, нажито непосильным трудом, за один, за два дня все с хаты подмел. Ну и примеров вам, ну, друзья, ну столько, когда бульдозер приходит в жизнь, потому что благословения незаконные, потому что то, что имеешь, это выходит за рамки Божьего благословения. Поэтому, друзья, стройте на Божьей территории. Я слышал историю, буду уже скоро заканчивать, историю слышал, как один человек зашел в ресторан, и он так сказал, ему так музыка играла, такая просто, его так в душе так вау, и он вспомнил о том, как там было, мысли такие промелькнули, и он говорит, Иисус, ну на пять минут побудь здесь, я пойду, зайду. Пять минут просто зайду туда. На пять лет зашел. То есть на пять минут думал оставить Иисуса, пойти, короче, в ресторан выпить и повеселиться. Пять лет там был. Еле выжил. Свидетельствовал человек об этом. Друзья мои, не надо выходить за территорию, не надо строить на нахаловке. Есть то, что Бог для вас приготовил. Есть ордер на Божие благословения. Как он выглядит, этот ордер? Что в нем можно будет прочитать? Первое и самое главное, это суверенная Божья воля. Знаете, Бог сразу же заявляет, моя воля суверенная. Одному даю так, другому даю так. Одному дал десять талантов, другому пять, а третьему один. Господи, почему? Вы знаете, Бог, Он никогда перед вами отчитываться не будет. Вот вы можете на Него обидеться прямо сейчас. Прямо сейчас лучше обидьтесь, переобижайтесь и перестанете. Но правда в жизни заключается в том, что Он никогда никому не давал отчет, почему. Одному Он дает это, а другому дает то. Никогда ни перед кем не отчитывался Бог. И отчитываться не собирается. Можете на Него обижаться, можете что делать, но это так и заявляется Он сам. Это моя суверенная Божья воля. Я благословляю, когда хочу, кого хочу и чем хочу. Нравится вам это, не нравится? Тут можно уже с этим делом спорить. Почему? Это часто вы слышите, вы, наверное, сто процентов это слышали. А чего вот Его Бог благословил? А я же вроде бы как бы тоже заслуживаю, вроде бы и делаю и то, и пятое, и в церковь хожу, может, даже больше, чем он, и дольше. А чего ты Его уже благословил? А чего у твоего брата уже жена есть, а у меня еще нету? А чего у него работа есть, а у меня нету? Или там то, и пятое, и десятое. Завидуют люди. Вы знаете, в этом это такая мелкая, это как раз таки вот это непонимание. Первое. Друзья, поймите, пожалуйста, Бог в своей воле суверенен. Кого-то так благословит, кого-то так. Вот эта история мне очень нравится про Захея. Когда Иисус шел, и много разных людей там было, а вот ему захотелось зайти в дом Захея. А что к Захею? Там он не объясняет, что к Захею. А Захей был самый маленький, а маленькие они всегда вредные. Я сам по себе помню. Он был самый маленький, мелкий, вредный такой. Работал, короче, на этих предателей, короче. И грешный такой был. Ну, такой, фу! Короче, фу! Вот так вот сказать. И кто-то сказал, е-мое, ну чего это он к нему пошел, благословил, а ко мне не пришел. Ну вот захотел Иисус к нему в дом пойти, и все. Вот что ты с этим сделаешь? Захотел он к нему прийти, и пришел в его дом. И сказал, ныне пришло спасение этому дому. Бог так захотел. Вот захотел он благословить такого корявого, маленького, вредного человека. А тебя он в этот день не захотел, он тебя благословит. Ну, не в смысле, что он не хочет тебя благословить. Он хочет всех людей благословить, но только в свое время. Поэтому Слово Божие нам и говорит об этом. Всему свое время. Экклесаста 3.1. Всему свое время. И время всякой вещи под небом. Слышите? Наизусть выучите, не просто слышите. Всему свое время. И время всякой вещи под небом. И еще тут сказано, Евангелие от Луки. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Оказывается, есть люди, которым дано больше. Да, так написано. Кому-то много дано, кому-то дано не очень много. И смотришь на жизнь одного человека, вау, как ему навалило прямо. Прямо навалило ему. Да, но вы забываете, что там внизу написано, с него и много спросится. То есть Бог дает, но он и спрашивает за то, что тебе много дано. Таланты, способности, как ты их используешь. Соломон. Хороший пример. Бог просил мудрости. Соломон просил у Бога мудрости. И вы знаете, там произошло моментально. То есть благословение в его жизнь пришло так. Вот он пришел в храм, принес жертву. Кстати, тоже опять-таки. Не просто пришел, принес жертву. Жертву принес. Написано, что Божия шахина, это присутствие Божия сошло. Фу! Написано, что стоять никто не мог. То есть это Божия присутствие. Раз, и это действительно чудо произошло. То есть он стал мудрым человеком. То есть он начал понимать то, чего раньше не понимал. Что такое сверхъестественная мудрость? То есть Бог его наделил сверхъестественной мудростью. То есть может то, что тебе пять лет надо было в институте учиться на консультанта-психолога, а тут тебе раз в одно мгновение ты получаешь возможность, как людей консультировать. Ты знаешь из жизни человека. Ты видишь, смотришь, ты знаешь ее сердце, ты понимаешь. То есть сверхъестественное Бог дал. Почему так? Да потому что ему прямо сейчас надо было страной управлять. Поэтому Бог ему дал такую мудрость сверхъестественную. Прямо вот жей сейчас. И все, и он получил. Давиду тоже царь. Так его помазали на царя. А он аж через 15 лет. Слышите? Через 15 лет он только вступил в царство. Хотя его помазал. Пророк сказал, помазываю тебя на царя. И можно сказать, фух, я уже царь. Не, 15 лет. Он, сестра, 13 лет молилась за сына. А он 15 лет ждал, когда он станет царем. Ага, дальше пойдем. А Авраам, тот же, о котором мы говорим. Бог сказал, благословлю тебя наследником. Вау. Цара, пошли. Год проходит. Два проходит. Двадцать проходит. Двадцать пять, друзья. И только через 25 лет пришло то, что Бог обещал. Поэтому мы иногда, мы в наших человеческих мозгах, мы, а почему вот так? А почему одному быстро, а другому? Пожалуйста, поймите, Бог никогда, я вам так думаю, иногда Он может кому-то открывает, но в большинстве случаев мы не узнаем, почему и когда. Просто доверяйте Богу. Просто поверьте, что в свое время вы обязательно от Него получите. Потому что Он сказал. Он не человек, чтобы обманывать. Если Он сказал, Он обязательно это сделает. Почему мы иногда не получаем? Почему? Это из-за нас самих. Если историю мы вспомним с евреями, которые выходили из Египта, то Бог и хотел благословить. Он так им и сказал, послушайте, посмотрите на эту землю. Это благослов... Он так и сказал, благословенная земля. Молоко и мед течет в этой земле. То есть ты семечко посадишь и не думаешь, а я его сам... Фу! Она вырастет. Виноград, короче, написано, что виноградную грудь два человека несли. То есть такая земля благословенная. Все растет, ничего не портится, все. Подошли они по ту землю. Ой, мы не можем взять эту землю. Ой, там трудно. Ну чего же вы не можете? Неверные, непослушные. Поэтому когда Бог говорит нам, да я хочу тебя благословить. Вы знаете, часто мы, это мы, это мы являемся причиной, что в нашу жизнь эти благословения не приходят. Разворачиваемся и погибаем где-то там в Египте. Прозябаем в пустыне. Почему? Не поверили, не послушались. Ну и классический пример на Халовке, это конечно с тем же Авраамом и Сарой. То есть как поступать не надо. Есть хороший пример, есть как не надо. Ну, Господь Господом ждали, ждали, молились, сто процентов молились же. Верующие же были, правда? Молились, молились и домолились. То есть иногда думаю, что мы хотим Богу помочь. То есть Бог Богом, а годы идут, поэтому решили сами себе и с благословением. Слышите, как часто я такое иногда когда слушаюсь, когда люди просят, говорят, пастор, благословите там или туда, или с благословением. Друзья, ну что наша молитва и благословение, если Бог не благословит? Слышите меня? Услышьте, что я сейчас сказал. Если Бог не благословит, даже если родится, это будет проблема. Так и с ними произошло. Когда не в свое время, когда не то, что Богом благословенно оно будет приносить проблемы в твою жизнь, так и до сегодняшнего дня происходит. Когда человек делает так, как ему кажется правильно. Потому что в Библии сказано от домостроителя ожидается, чтобы каждый оказался верным. Если вы строите дом, кто когда-либо строил дом, у меня была такая возможность строить дом, то вы должны знать, если, например, надо ложить фундаментом четыре, вот я уже точно не помню, простите меня, поправьте, ну, например, четыре мешка, четыре лопаты песка, четыре лопаты цемента, то нельзя положить две лопаты цемента. В принципе, положить-то можно, но что с этим фундаментом будет? И когда ты его зальешь, этот фундамент, нельзя сразу строить через два дня, надо, чтобы фундамент выстоялся. Это такие, вроде бы, как это, простые истины, но иногда люди думают, что они как-то там мудрее, или, я не знаю, они хотят тут быстрее, но невозможно в том, чтобы залито прямо сразу строить. Хотя бы месяц надо строить, хотя бы месяц, чтобы ленточный фундамент выстроился, чтобы на нем можно было построить. Так и в нашей жизни есть вещи, которые надо делать сначала, чтобы не выстроить только после этого на этом строить свою жизнь. Друзья мои, моя молитва сегодня о том, чтобы вы все те благословения, которые Бог для вас приготовил, вы над ними трудились, строили вовремя, строили по Божьему рецепту. И поверьте, Божьи благословения, те, которые Божьи благословения, они никогда вас не опечалят. Они всегда принесут достаток, они всегда принесут радость, они принесут счастье в вашу жизнь. Будьте благословены в Господе. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Отец Небесный, Господь наш и Бог наш, Ты есть Бог благословляющий. Благослови нас, Отец, Твоим благословением небесным. Пускай надежда, мир, радость и любовь всегда пребывают в наших сердцах. Благослови нас, благословения земными, чтобы мы ни в чем не нуждались, еще могли нуждающимся уделять, чтобы, Господи, могли голодных накормить, раздетых одеть, проявить Твое милосердие этому погибающему миру. Господи, не дай нам строить на нахаловке, не дай нам строить, Господи, вне Тебя, вне Твоей воли. Упаси, сохрани нас, Господь, от самовольного служения, от самовольного строительства, но чтобы все, что мы делали, мы согласовывались всегда с Тобой, с Твоей волей, которая благая, угодная и совершенная. Во имя Иисуса Христа. Аминь.